дорогие мои выходя из метро нутен хиллгейт мы с вами сейчас пройдем туда где должна быть эта акция а должна она быть друзья вон там где вы видите какие-то в самом конце заборы там должно быть но сейчас мы туда пройдем вот здесь прямо рядом с консентонскими садами и российским посольством здание которое видно за этими дверями посольства вон она на фоне проходит протестная акция которую проводят друзья алексея навального и вот мы с вами можем видеть что здесь происходит и сколько здесь людей это очень интересно сейчас мы приблизимся и поглядим кто здесь есть из тех кто нас бы мог заинтересовать вот такая протестная акция ну человек 200 50 о ну давайте сделаем еще с другой стороны ракурс как вы видите репортеры каких-то других стран тоже делать репортажи ну а мы с вами рассмотрим всех их делаем одолжение ну вот вы видите всех друзей алексея навального и сегодня пришел нацию и мы видим евгения чичваркина и вот отлично речи к сожалению звучат пока только на английском языке это интересно тоже непонятно что выражает это пожилая женщина недовольство или поддержку на английском языке поезжающие мимо автомобиль и друзья поддерживать и приветствует о прекрасный локации под легитлера были как они там называют очень интересно люди призывают освободить алексея навального из заключения по причине его политических преследований об этом говорят как вы слышите и мимо проезжающие поддерживают против конечно находится само представительство концерства российской федерации которая несомненно украшена даже почему-то флагом русского как это демократического клуба как там гарри коспорова я забыл уже и и и в общем и разными политзаключенными которые находятся в заключении сейчас в российских тюрьмах но как заложники владимира путина так и только так об этом говорят все дорогие друзья но я уже заметил что есть люди которые стоят на разных точках они в общем-то именно и проводят эту акцию как вы видите полицейские проходят спокойно и видимо расстелить какой-то стяг не является нарушением это конечно очень интересно на самом деле хотелось бы послушать а а а а Стоп, Путин, стоп, стоп, стоп! Стоп, Путин, стоп, стоп, стоп! Он мне сначала отказал, я ему напомнил, сказал в каком стиле интервью, он сказал, что он очень занят, ему достаточно его публичности на тех каналах, на которых он вступает. Еще раз мне аккуратно отказал, сказал, что мне не хватает времени. Но я и третий раз ему сказал, давайте сделаем интервью о том, о таком неизвестном людям, Евгении Чучваркине. Ну и третий раз пришел не вот пустой, без рыбки золотой, что в принципе и следовало ожидать, я так думаю, в свете последних событий после нашей встречи, которую вы сможете, скажем так, найти на моем канале. В общем, друзья, завершаем сегодняшний репортаж. Не будем проверять, сколько и до какого времени здесь будет продолжаться эта акция. Ну, в общем-то, вот и все. Аплодисменты и речи на английском языке. А, забыл рассказать. Главное, друзья, подходя к этому месту, за 300 метров услышал в кафе русский разговор, две женщины разговаривают. И я, как бы не видя вдалеке этой шумихи всей, что мы сейчас наблюдали, я, в общем-то, говорю, а вы не слышали, где тут день рождения Алексея Навального празднуют целый, вот должен быть митинг. Но они, да нет, мы даже и не слышали. Вот это те русские, которые, скажем так, здесь давно живут, да, а вот те, которые не так давно приехали. Пойдемте лучше в Кенсинтонские сады, которые за зданием русского посольства. Там же недалеко и в 300 метров Кенсинтонский дворец, в общем, друзья. Это ложь. Это даже не ядерное оружие. Это оружие лжи. И эта ложь распространилась очень глубоко и широко внутри нашей страны. И она продолжает распространяться по всему миру. Мы должны осознать, что порядка свободы тех, кто сегодня страдает в тюрьмах России, а таких людей уже больше тысячи, тех, кто по политическим мотивам, так или иначе, находятся в танце, заложники. Мы должны осознать, что противостояние этого лжи – это наша с вами задача. На всех языках, во всех местах, где мы живем и находим. Это первое. Второе. Что я хотел бы сказать, что понятно всем нам сегодня, что освобождение Навального, Володи Карамурджин, Ильи Яшина и других в руках украинских воинов. Чем скорее Россия потерпит поражение на полях, тем скорее, даже с того момента, как противостояние население осаждает свою вину, тем скорее эти люди окажутся на свободе. И сегодня борьба за свободу Украины – это и борьба за свободу наших политических заключенных. И, наконец, последнее. Я здесь уже говорил год тому назад, когда эта война начиналась, что до тех пор, пока в России будут существовать государственные институты, которые существуют сегодня, спокойствия в мире не будет. Эти институты должны быть уничтожены. И должна быть уже разработана периодная программа уничтожения этих институтов. Свободу Украине! Свободу России! Свободу Навальному! Свободу Навальному! Свободу Навальному! Свободу Яшину! Свободу Милоновой! Свободу Ачирову! Свободу Чанышевой! Свободу Навальному! Свободу всех полиц заключенных! Свободу всем полицзаключенным! Путина готовы! Путина готовы! Ну и вот, друзья, после невнятных криков, что Путина в окопы, как-то они были не так исполнены яростно, как свободу политзаключенным. И Евгений Приваркин продолжает стоять, как и должен быть истинный приверженец этого движения. Господа полицейские, которые охраняют это событие, им скучно и даже, наверное, неинтересно, я так думаю. Давайте их аккуратно спрошим. И последняя поправочка, дорогие мои, вот здесь стоит полицейский автомобиль. Возь него были одни из тех полицейских, которые раньше мелькали в кадре, я не стал это записывать на камеру. Но я задал им самый простой вопрос. У вас сегодня эта акция здесь, вы об этом знаете? Они ответили, да. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, это вас как-то интересует больше, чем выполнение наряда на сегодняшний день, розданного в участке? Ответ был, нет, не интересует, это просто для нас наряд на сегодня. Вот так, друзья. Друзья, как говорится, в Англии людям некогда думать за Алексея Навального, к сожалению или к счастью для него. Но у него много соратников, а мы, друзья, как говорится, прощаемся уже точно и увидимся в одном из новых выпусков. Благодарю и не забывайте подписаться. Эх, Чичваркин, зря ты не дал интервью. Субтитры сделал DimaTorzok